Ну, не топ-1, но... Да, но вполне-вполне они могут... Кстати, из-за того, что они оказались в одной группе, они, получается, гарантированно раскидываются в две разные части сетки. То есть они действительно могут встретиться только в самом финале турнира, и это, конечно, очень хорошо. Во-первых, потому что мы знаем результат их матча на данный момент, и было бы обидно, если бы они встретились где-нибудь в начале, там, в четвертьфинале или в полуфинале. Вот, но... Ну и, соответственно, мы бы не увидели их матча против других товарищей. Не могу восстановить старый аккаунт, регистрировался давно, интересно посмотреть, какого года аккаунт. Ну, восстановить ты можешь... Как назывался аккаунт? Ты это не через донат можешь просто написать. Мы сейчас прямо тебя засаппортим это все. Да? Есть аккаунт MageElf, и ты онлайн. Может, это не старый аккаунт? Да, это новый аккаунт. А по поводу старых аккаунтов мы-то их не знаем. Ты уже компьютер менял с того момента. И топотун вроде. Топотун. Топотун есть. Реально старенький. У тебя там почта на топотун, так и называется, собака, но дальше ты знаешь. Можешь восстановить. Могу почту тебе поменять. Могу пароль тебе поставить. Пароль Король. В общем, напиши-ка, что сделать. Либо актуальную почту поставить. А, я могу тебе с этого аккаунта, с того, по которого... С Xeon, который, да? Поставить почту... Короче, забивай на этот MageElf аккаунт. И логинься, выставивай пароль на старом аккаунте. Почта теперь актуальная. Неблагодарю. Как поменять ник на русские буквы? Лохматый. Ну, у нас нет такой опции, ты что? У нас есть, конечно, никнеймы на русском языке, но это было сделано вручную, в качестве диких исключений, и мы такое уже не практикуем. Born to make games. Что так можно было? Я мучился, восстанавливал свой. Можно саппорт написать, там такую операцию проводят. Посмотрите, Garbage Queen. Тоже не могу в него войти. Так ты пишешь из-под этого аккаунта. Ну что, Colorful ушастый, Линн зеленый. Начинается первый матч. То, что вытворял Линн против Муна, какие были заготовки специально против Луналикова. Ну, он, конечно, не только Мун играет таким образом через, там, масс арчей, там, героев и экспант. Ну, там, через, не знаю, там, Козла, Алхимика, Нагу. Многие эльфы так играют, но Мун исполнял очень хорошо. И Линн подстроился, подстраивался специально под него. Играл чаще через... Короче, посмотрите серию лучше, чтобы не спойлерить. Можете поставить на паузу, если смотрите это в записи. Потому что серия Линн Мун, она самая... Вот Линн Мун и Икс Лорд против Флая. Вот эти вот две серии обязательно на данный момент к просмотру на турнире. Потому что они самые красивые, самые интригующие. И в матче Линн Мун больше всего скилла, а в матче Икс Лорда против Флая больше всего интриги, так скажем. Да, Линн играл через ранний мил, играл в хэдхантеров, переходил, соответственно, в две с тауреницы. И через спиртволкеров выходил в тауренов. То есть он доживал до Т3, потом грейд на берсеркеров. Для того, чтобы хэдхантеров еще эффективно поиспользовать. Но потом переходил окончательно в тауренов с спиртволкерами. Спиритлинг, диспл и резурект. Такие масштабные сражения там были классные. А дриады контряд берсеркеров же? Нет, ни в коем случае не контряд дриады берсеркеров. Никак, никак. Так, у дриад типа армора такой, что они получают в полтора раза больше. При этом, да, их яд действует полноценно, но их основная атака наносит меньше урона. Не помню. На 75% от основы, или даже на 50%. Контряд по рэнджуи и скорости. Это не контряд. Как они... Почему? По какой скорости? Ну, хоть тауренов дриады ж контряд. Но если у тебя есть огромное поле для кайта, то да, то, безусловно, контряд. Потому что бывали, но очень крайне... Нет, патовых ситуаций здесь. Здесь механика такая, что стационарки очень мало, и факторов очень много все равно. А ты можешь... Ну, деньги у тебя могут закончиться, но у тебя есть артефакты, ты можешь исправить ситуацию, ты можешь там перекопать, если я за определенную расу классную играть. Ты можешь продать здание, тоже получить деньги, если за андейдов играешь. Или заниматься дистанц-майнингом, опять же. То есть с экономической точки зрения... А, и здания не летают, что самое главное. Потому что большинство ничей, насколько я понимаю, в Старкальте втором, и частично в первом Старике обусловлено было тем, что воздуха нет, мы взяли, полетели, и все. И в уголки висим. А тут такого нет. Я думаю, что если взять иного Берсеркера и прожимать ему... Слушай, он 80% чаще поставил Царбакс-майнинг. Ну да, это хорошо. В общем, если один на один сравнивать их, хотя это не совсем правильно, потому что Дриада трехлимитный юнит, а Берсеркер двухлимитный, Берсеркер уделает Дриаду, не заметит ее, и останется у него где-то, я полагаю, 150 плюс ХП. И это при том, что это плюсово сражаться один в С1 в плане Яда. Потому что чем дольше идет сражение, тем эффективнее работает Яд. Если вы возьмете уже трех Берсеркеров против двух Дриад и начнете там фокусить, например, то ситуация будет вообще печальная для Дриад. Даже несмотря на то, что их как бы шесть лимита против девяти лимита, они разорвут их на части и умрет только один Берсеркер от такого же фокуса. Можете проверить на досуге, так по ощущениям говорю. Поэтому Дриады никаким макаром не контрят хэдхантеров, Берсеркеров. Но здесь мы видим совсем другую стратегию. С одной стороны, козел-котовод, который статурает экспанд, это абсолютный стандарт. Против Блэдмастера, где упырь у голосовалки, да. Другое дело, что нельзя просто рассматривать в вакууме все. То есть вы не можете сказать, что мы не будем строить Дриад, потому что они проигрывают хэдхантерам против хэдхантеров в какой-то конкретной ситуации. Потому что, ну, у вас же есть еще герои какие-то. У вас же есть микроконтроль, у вас есть возможность там кого-то отводить или подрезать врагов, танкуя героями, например. Опять же, у врага тоже есть герои и Дриады. Гораздо более устойчивы к ним из-за иммунитета к заклинаниям. То есть синтетика, как правило, не работает. То есть надо знать, кто сколько чего, по кому и почему. Но факторов, которые влияют на исход сражений, гораздо больше. Начиная от героя, их уровнях скиллов. Что это за тача кота, я не пойму. Ну, это 50 баксов, короче. Легчайшие. Потому что, ну вот, отдавать кота на такой вот точке, это... Притом, ладно, у тебя бы там все красные были коты, и ты уже там расконтролил так, чтобы прям, ох, уже, ну все, ничего не сделать. Только у тебя лучница стоит, хантреска стоит. То есть есть кому атаковать. Отведи ты его просто и все. Спасибо, очень оперативно, говорит Топатон. Добро пожаловать на ГГ. Good game, good emotion, смотри, какой замечательный сайт. Трансляции, турниры. Классная комьюнити. Второй герой СХ, тоже весьма стандартный выбор. Как раз для того, чтобы пушить экспант. Козел пытается сейчас подойти и стырить артефакт. Но у нас есть... у нас нет хекса, у нас змейки. И кто возьмет-то? Да, взял козел. Причем он грамотно сделал, он не тыкал на артефакт, он тыкнул... Он пробежал просто по этому. Он забежал на артефакт. Может быть, это, кстати, и тема для героев, которые являются большими. То есть, если ты козел, то можно не тыкать на артефакт, а шагнуть в его сторону, чтобы противник, пытаясь взять его, атаковал тебя. А козел реально здоровый. Смысл в том, что он пытается взять артефакт, но не попадает из-за того, что ты на нем стоишь. И герой здоровый. Ну, атакует тебя-то ладно, у тебя есть следующая секунда для того, чтобы под собой взять артефакт. У тебя же... тебе же ничего не мешает это сделать. То есть, не тыкать сразу на артефакт, а тыкнуть вперед. То есть, заградить с собой. Шаг сделать, да. Да, надо попробовать. Ну что, он сейчас сделал именно так. Круто. Надо посмотреть. Это как раз те вещи, которые можно проверить в ладырке. Ладырок. Экспанд вижу у Лина. Строится. Он знает об экспанде. Очень мне нравится принцип постановки экспанда. То есть, вышка уже готова, гвардовская. Правда, здесь протектор еще затесался, растет. Его незаметно в лесе. А Блэйт, он может умереть. А, нет, он ждет просто... Его нужно окружить без прикопки. Вот в чем смысл. И он выходит. Прикопка, персоналка, до свидания. То есть, он не мог сразу прикопать, потому что ответ на это сразу прикопка. Но в такой ситуации, то, что Блэйт вышел, это еще... Еще один вопрос к Colorful. Там была такая толпень юнитов. Блэйт даже без ботинок был в той ситуации. Да. Ну что, я расстраиваюсь, да? Расстраиваться не надо. Блэйт убивает протектор. Кстати, это самое дорогое защитное сооружение, если не считать Кэнновскую вышку у Альянса. Хотя, блин, она дороже, наверное, только по лесу. А по золоту протектор получается дороже, с учетом Виспа. Сколько она стоит там? Вышка такая 30-20, да, шаблонная? А та еще стоит типа 200-100, что ли, или как? Если так, то протектор получается... Ой, не помню. Там сколько стоит ваш пикселей? Ну, короче, чуть-чуть меньше, получается, по золоту. Грэйджин и Зиг дороже? Да, Грэйджин и Зиг дороже, точно. Зигурат там сколько? 150-50? Потом еще тебе нужно 145 и 30 отдать. Ну, либо 120 на нерубках. Да, получается дороже. Но у Зигурат, с другой стороны, самое... Такое, ну нет, не универсальное, как бы это назвать. То есть ты в любом случае, во-первых, тратишься на ферму, да, но на тебя есть, и по ситуации тыкаешь уже. То есть это вышка, которую проще всего в плане защиты построить. То есть ее отменить, учитывая то, что она сразу фортификейт, и у нее сразу там 600 здоровья или там сколько? Здоровья. То есть построить защитное сооружение проще всего, получая Сандеду на своей базе, чем в любой другой расе. Ну, в экстренных условиях каких-то. Нажал на кнопку, есть деньги, все. Ну, скорее всего, достроится. Большое количество арчей меня смущает. Это потому что... Ну, Colorful уже 60 лимита. У Лины, конечно, тоже потенциально 60. Но он сидит на лимите 50. Ну, выпала Аура. Тоже Colorful отдает эту Ауру. Землянка же проще. Ну, Землянка не совсем все-таки защитное сооружение. Ну, хотя да. Землянка как бы уже есть, получается. Очень странный врыв от Лина. Ну, мне кажется, он видит уже оверлимит и пытается просто подхалявить, выиграть время. И он врывается, он просто врывается, ставит вышку. Lightning Shield на кота. И кот побежал вперед. Ой, Арча просто... Ой, как он его кай... Оооо... Там, знаете, сколько урона просто заходит? Не хайдит, ничего. Падает... Алхимик. Ну, это Colorful. Вообще никакого контроля. Света Кличене вынужден был ее знать, чтобы Арчи не сдохли. В результате минус 10 лимитов. Жух. Минус Героя, минус парочка-тройка юнитов. Китирос, там все ровненько было. Сок. Такое впечатление, что подсдал с прошлого голда. Он вроде как попытался сделать какие-то заготовки. И вроде даже стартова была хорошая мысль и результаты, но... Не, ну Лин доминирует. Лин доминирует. Разбежали сейчас легкий лак, но это стандартная тема на... Хорошо еще, что китайский стрим у нас не так дико лагает. Хотя у меня не максималка стоит. С другой стороны. Так. Что там за артефакты выпал? Плюс 6, кажется. Либо... Я не помню, там зарядный, там, кажется, скролл за бист выпадает. То есть, там зарядный артефакт выпадает. Да-да-да. Алхимику выпала большая бутылка, а здесь, соответственно, скролл за бист. Неплохо крепится Лин. Фактически они играют 2 в 2. Эта ситуация вполне должна устраивать Лина. Он, кстати, выходит из лимита. У него 70 уже. И под фонтаном здесь вообще-то можно было постражаться, если бы небольшое количество нейтралов. У тебя перегруппироваться под фонтан. Убить дракончиком. Шаманов главный. Да, эльф даже не лезет сюда. Ну, потому что вышки. Потому что гранты под регеном. И выпали еще агильные. Плюс 23 единицы урона. 23 единицы урона у Блэйдмастера. Вы посмотрите, какой псих. Зеленый псих. Там под 50 базы и 20... 23 урона еще. Вау. Ну, все, готов сражаться. 70 лимит на 70. Миллион виспов идет. Пурч, Пурч. Смотрите, Спирит Волкер под Астралом. С Лайтнинг Щелдом. С ним вообще ничего не сделать. Какая классная фишка. Еще, еще, еще. На второго кидай. На второго кинул. Ой, с этим же реально ничего не сделать. А Колорфул вообще на это плюет. Ну, то есть он лечит алхимиком. Отрицательный размен для Колорфула. Еще алхимик теряется. Да, лечи, не лечи. Все четенько. Ну, другой уровень просто, понимаете. Я чувствую, для Колорфула после... Ой, в смысле, для Лина после Муна. Колорфул. Он... Что за обуз? Ну, вот красиво. То есть они не только для этого делаются, конечно. Они там делаются еще Спирит Линк кидать, там диспелить, возможно, помогать. Но это уже так дополнительный юнит. После того, как вы уже настроили Шаманов и Контрите Энтов, он добавил специально Спирит Волкеров для Линка и для того, чтобы... Тут момент хороший был. Ну, еще повторится он, заценишь. Ну, как бы да. То есть это... Вот смотри, смотри, идут Спирит Волкеры. Братрума в дотку играл. Смотри, неуязвимые к физухе. И под Лайтнинг Щелдом такие, давайте. Все. Ничего не сделать с этими чуваками. Просто стоят, и шарики вокруг. Они к физике вообще неуязвимы. 15 секунд. 15 секунд. Ну, это что-то среднее между первой и второй эмаляцией Демон Хантера. Хорошо, в общем, горят они. Недолго, но хорошо. Все очень красное. Арчи, куда? Домой. Но им нужно экспант защищать. Да, да, да. Орда победит. Там все зеленое, все красивое. А у Блэггмастера плюс 23 урона еще от артефактов. Криты на... Не-не-не, там пока на 200, кажется. Это вторые криты. Вон, 204. Лечение. Вызвал энтерстрит. Пш-пш-пш. Запорженный. Все четенько контролит. Пятый сейчас Блэйд с третьими критами. GG, 1-0. 1-0 нормально. Бессрочно. Нет, Фрэнки, Ру. Что за вопрос хотел... О-о-о-о. 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 О-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Складывается впечатление, что... Если я сомневался даже до этого, что я сделал. Да, нормальный подход, наверное. Вот. А после такого только убеждаешься в том, что ошибки не было скорее. Да, кстати, у нас помощники в чатике продолжают разыгрывать... Не разыгрывать, а раздавать в честь... Да, в честь голда ключики на три месяца на GG+. Поэтому обращайтесь к желтым. Вот к нету как раз. В частности, к Ленни. Кажется, у них еще остались ключи. Ключики вам дадут статус, вам дадут цвет, анимированные смайлики, отключение рекламы на всем сайте. В честь же первой победы в Фоге, нет? Не, мы традиционно... Вот момент, который мог помочь очень сильно Colorful, если бы он не затупил с окружением. А здесь уже... Здесь уже очень плохо с контролем, к сожалению, как видите. Алхимик вперед, его там подрезают, нам не показали. Битва на фонтане, но с орком на фонтане мы знаем еще со времен Ласт Темпла, что лучше вообще не сражаться. Вот, но это уже финалочка. Короче, не было момента, кроме вот окружения, потенциального окружения Блэдмастера, его, соответственно, последующей потери, где Colorful был бы впереди, где у него было бы преимущество. И... Ну, это, конечно, радует, потому что 50 баксов — это 50 баксов. Вот, надо понять, как лучше инвестировать эти 50 баксов. Поэтому все еще ждем... Все еще ждем предложений ваших в чатике. Если там есть какой-нибудь, например, турнир на ГГ, который поддержать, или стримера какого-то нужно поддержать, или, например, мы можем... Ой, что мы еще можем? Мы можем... За 50 баксов, между прочим, это... Это 3 часа работы разработчика. Ну, так, приблизительно. Ну, не топовый. Но фичу можно... Фичу можно запилить. Бак пофиксим. Можем бак пофиксить, который не очень сложный. Водород, говорит. Можно пропить. Куда нажимать, чтобы получить 50 баксов? Ну, смотрите, 50 баксов пока нет, но для того, чтобы они появились в нашем бюджете, необходимо, чтобы Линн одержал победу над Colorful, но он уже как бы стремится к этому. Вот. Задонатить хэппи на следующий гол, пишет Гардемарин. Представляешь? Уже сейчас полтретьего, да? А кто-то уже накатил. Причем четверг. Не пятница, ладно, пятница. Неплохо, неплохо. Обменяю премию на 3 месяца на 50 баксов, говорит. Ты? В такую жару тут плюс 35 накатывать прям не хочется. Угу. Предлагаете 50 баксов пустить на переозвучку по реплею со старой графикой Moon, Lin и того немца, как его там? Нажимаю на донат, говорит, Дэнни. Банковская карта, там есть одно только поле КСВ. Поле номера карты, даты, имени, нет. Бак? Да нет, скорее всего, ты просто поддерживал, и у нас есть номер твоей карты. Поэтому вводи смело. А растение чайтик? Не помещается, что ли? А, понятно. Короче, я попробую растянуть. Растяните, пожалуйста, Дэнни. Ну, я понял, да. Это странно, я не слышал про ткабак. Предлагаю добавить эти 50 баксов в фон поддержки Готики. Да. А если карта сменилась? А там можно новую привязать, там попробует потыкать. Эврика, напиши просто на micersobagoodgame.ru какой аккаунт, на какой поменять. Сейчас уже не будем во время игры. Смело води КСВ, а так 50 баксов и получается, говорит Фидель. Нет, никакого обмана, друзья. Мы уже сохранили все данные твоей карты, можешь ничего не вводить, просто автоплатеж уже налажен. Автоплатежи, они же рекуррентные платежи. И, конечно, у нас тоже реализованы на сайте. Они распространяются, естественно, на периодические списания типа подписок. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто заходит на сайт, подписывается, поддерживает, потому что у нас процентов 70 инкома сайта, это не реклама, а именно ваше участие. Поэтому спасибо вам за это. Ну что, чемпион Лин идет вперед. Он, по сути, на данный момент, судя по тем играм, которые мы, по крайней мере, с вами посмотрели за последние три дня, является топ-2 игроком. Причем удивительно, что эти топ-2 игрока, они оказались в одной группе и друг с дружкой играли. То есть, если бы они были по-разному, в разных группах, все равно разница по уровню бы ощущалась. Ну, то есть, они, скорее всего, все равно были топ-1 и топ-2. А так еще удалось нам посмотреть почти что финал потенциальный, да? Действительно нет имени и даты, говорит Фидель. Да, нормально все. Кстати, у нас это поле тоже там поменяется. Будет реворк небольшой. А к нам подписок, кажется. Ладно, поехали дальше. Козел с когтями и с перчатками скорости. Сова летает, смотрит, но Сова нейтральная, поэтому никуда... TH0 карт отдал за турнир, он пока лучше всех смотрится. Я говорю не про счет. То есть, я говорю про... про... впечатление от игры. Оно субъективно, безусловно. Ну, пока что серия Мун Лин, она... Ну, я не помню даже с... Он с Фогги играл, но там не было ничего такого сверхъестественного со стороны Тиаша. Да, там был стандарт. Там к Фогге вопросы. Вот, а... Хорошо еще проверяет. Смотрите, халяву Лин. Проверяет просто грамотно, находит несанкционированные посадочку, дерево. Дэнни, после игры, скопируй, пожалуйста, сейчас буду окна открывать. И это отвлекать будет. Да, странное сравнение с парк. Согласен. Протекты достраивается, причем даже и Грунцер погиб в попытках этот протектор убить. А тот урон, который он нанес, он особо... Ой, мне нравится, конечно, эльфийская вот эта вот тема. То есть мы охотимся, бегаем, подзастраиваем, ставим базу. Класс. Будет ли после этой игры катапауза? Да. Будет официально катапауза. Кот будет изловлен, либо один, либо второй, потому что... Ну, он должен как-то отрабатывать свой корм. споет, станцует. Ну, он сейчас очень сильно напрягает. Colorful на самом деле. Я не вижу способа, каким макаром эту лавку отбить. Это выйдет СХ, рабочие пытаются вписаться. Прикопку на тратина была, да, здесь. Странно, что он не стал этого делать. Ну, это не олыновская застройка, понимаете? Это просто вот такой поджим для того, чтобы напрячь. Напрячь. Развести на починку, заставить подлечиться, обезопасить строящийся экспанд. Вот минус код уже. Ну, не мог здесь оставаться, к сожалению, Colorful, потому что, если бы он кипером здесь остался, то он в два хекса уходил. Поэтому может быть даже стоило сразу отступить, побыстрее. А вот и козел. Ну, не, есть репорт, не знаю, чего нет. Сейчас просто нужно ТП прожимать и возвращаться. Довольно нагло крепился, надо сказать. Colorful. Он надеялся, что протектор больше времени, видимо, выиграет для него, и он сможет отжать из тех Мурлоков, которые предназначались для Орг. Ага, Алин выходит у нас тоже на эксп. Его не смущает тот факт, что Олифа экспанд пораньше. Он готов тащить. Висп грамотный проверяет, что Орг крепится здесь. И зачем спрашивать, зачем спрашивает китайский комментатор? Ну, я не знаю. Так. Окей, Хаткей, говорит. Здорово, Межган, чатик. Мужики, здоровье, хорошее настроение. Приветствуем. Окей, Хаткей. Настроение отличное. Мы в предвкушении и 50 баксов, и игр в Фогича. Посмотрели пока что только один полный матч. 120-й и Сок. Внимание, спойлеры. Ничего интересного там не было. 0-2. 120-й уверенно, стандартом обыграл Сока. Сок пытался в одной катке придумать. Что-то придумал, но не довел до конца, на мой взгляд. А так идея хорошая была. Ну, а сейчас мы смотрим Лин Калорфул. Лин уже ведет. В прошлой игре не было почти никаких опасных для него моментов, кроме потенциальной угрозы потерять Блэйда где-то в середине игры на окружении и последующей прикопке, даже несмотря на наличие персоналки. Здесь же пока что игра идет ровно, за исключением того факта, что у Alpha Expand значительно раньше, чем в прошлой. Не, не значительно раньше. Нет, нет, нам он тоже спокойно его поставил. Только потратил время на... Опа, сейчас будет попытка добить. Не понял. А кто добил? Соби Маска. Добил Алхимик. Очень плохо вышел, добивал Лин. Не знаю, почему он... Фальстарт у него был. Не нанес он последний удар. Сто подрезает кота, подрезает какое-то количество энтов. СХ почти четвертый. Не хочет тратить ману, видите? А, нет, вынужден. Решил все-таки потратить. Он там сначала блочил грантом, потом решил, видимо, что не нужно тратить время. И все будет ок. Копироныч, здравствуй. Я увидел только твой... Твой пеку в пледе. И, видимо, видимо, ты поздоровался. Или просто так начал. Общение. Хорошее начало. Душевное. Так идет атака. При этом, это не улыновая атака. Мы видим, что у Лина там опять экспант вышкой и делается бору. Вторые вышки. Недоотчинивает Moonwell. Минус энд, минус энд. Неужели вот так вот можно прийти эльфу убить? При том, что у тебя еще эксп. Но у Colorful плюс 10 лимита. Но у него supply block. Огромное количество вышек. Он вообще не доконтролирует. Он этих... Арчи не контролит. Moonwell у него справа стоит никакой. Ну, то есть, с маной, но он Арчу там не подлечил. Кота подлечил, а Арчу не подлечил. Что? Очень слабая игра, очень слабая. Я, кстати, хотел показать тебе, что я строка в том, что я умею играть первым. Да? Я же Брюса тренировал к ВЦГ. Это курс? Что? В 2006-м ВЦГ мы отрабатывали билды. Ну, а в это время Лену унижает. То есть, это не улыновая, еще раз повторю, атака. Он может спокойно отступить и играть в лейт. Тем более, я посмотрел, как ты играешь и подумал, ну, что я... Я же и так же смогу. Что там? Поставил хат, заказал рабов, развел оверов. Хотя я за процессов играю, понимаешь? И лимит строй. Причем отдаешь, ты... А ты за процессы играешь, тебе даже оверхи надо разводить. Да, да. Все, в пилончике поставил, гейты пробежался, точки сбора поставил, пробки нон-стоп, и все. Да, через атаку, и все. Главное плюс один сделать против зергов. Мозгов-то там не надо вообще. Только механика. Если дробки, а через собак с апгрейном? Пффф! Конечно. И ревочков потом в конце. Дробщик. Да, помню, мы играли на Хантерсах. Ох, это было. В компьютерном классе 10 компьютеров. Как ты думаешь, что можно было сделать? Естественно, 8 человек на Big Game Хантерсах играет. В Дум на первой карте мы очень много катали, да? Это с боссом уровень, да? Ну, это с этим, с пауком, кажется, с кибернетическим, как он там называется. Окей. Здесь мы видим, что Colorful отковырялся, но в целом, вы даже посмотрите, как Лин сидит на лимите, как в прошлый раз. Он абсолютно уверен в том, что если что, он отобьется при... То есть он контролит, что у противника, видит, какой у него лимит, сам сидит на нужном себе лимите, тоже крепится. Вообще никаких проблем. Очень уверенная игра. Поэтому нужно, опять же, друзья, ваше предложение по тому, куда вложить 50 баксов, которые, судя по всему, достанутся нам совсем скоро. Естественно, надо вложить, желательно в Good Game. Но вопрос куда? Может быть, засаппортить какому-то стримеру, может быть, поддержать призовой фонд какого-то турнира. Может быть, челлендж сделать. Не знаю, 20-30. Пусть чатик скажет, сколько он варен человек. Соколу на водород, говорит. В котов, они вернут с процентами. Засаппортить Сонику. Сонику. Студенческие годы, друг играл в Старик на хорошем уровне, я был фанатом варкафта, друг говорил, варкафт не стратегия, это аркада. Ну и то, что юнитов здесь меньше, это не говорит о том, что это не стратегия. Но другу привет. Передай, что он не шарит. Я понимаю, что 20 лет прошло, и он удивится. А тут битва идет. Очень хороший Спирит Уолкер, смотрите, с Лайтнинг Шелдом. Хорошая фишечка такая, классная фишечка. Просто стоит, и ничего с ним не сделать. 64 лимита на 57, причем 1200 голды у Лина. Он не обязан здесь сражаться, опять же, но почему-то сражается, видимо, уверен в собственных силах. Разменивается весьма неплохо. Блейд нарезает. Кипер четвертый. Что, неужели отступление сейчас будет от Лина? Блейд там сумасшедший, плюс 14 урона. Арчей режет. Убил Арчу, и Алхимик в это время получил левел. Крит на 120, став. Как он умудряется здесь расконтроливать-то все? Я не понимаю. Хотя, помня, как Colorful контролит, видя, как Colorful контролит. И в прошлой игре с этим с Лайтнинг Шелдом, что он там стоял, даже свои Арчи стояли просто в куче, он ничего не хайдил. Как он здесь Арчи отдавал, просто рядом с мануэлами, это очень странно. 50% в Готику добавь в челлендж. Помидору на видюху новую. Вот, чтобы помнить проблемы с видюхой. Там же на Старике уже настолько все оптимизировано, что все летает. у нас просто Старладера нет. Они сломали Старладер. Но там есть ладер. Они не починили, есть ладер от пользователя. Ну, то есть там есть сетевые игры, но там нет рейтинга. Да, да. Это... Сейчас Лин давит, как вы видите. Свиток хороший, ой, Свиток хороший, Colorful делает, но в целом Блэдмастер, ой, нет, не Блэдмастер, Спиритволкер, который стоит вот с Лайтнинг, Щелдом в куче Арчей, он, конечно, очень сильно давит. И с ним реально крайне сложно что-то сделать. Без магического урона вы от него и не избавитесь, кроме как тратить на него виспа. Тратить на него виспа. Как же он... Смотрите, смотрите, что он творит. Он просто один озадачивает алхимика и всю остальную армию. 64 лимита на 60, у Лина огромное количество еще ресурсов на руках, кастеры есть. Герои 4,5, почти 5 против 4,3. И еще раз давит, Спиритволкером. Класс вообще. Мне очень нравится это. Это реализация, идея и реализация шикарная. Сейчас мы ждем пятого Сыху. У него, кстати, Хекс, Лечение и вторая Змейка. Три Спиритволкера стоят и ждут, когда на них Лайтнинг Щелд закинут. Внайт говорит, обуз просто. Просто скиллуха. Придумал и реализовываешь. Все по скилу. У всех есть такая возможность, кто играет за арков. А у тех, кто не играет за арков, есть возможность играть за арков и делать так. То есть, как бы... Очень красиво. Еще потраливает, выходит из астрала, дает ему леща по лицу и уходит опять в астрал. Типа, а ты так не можешь. Очень, очень обидно, Colorful. Так. Бентон, а он проводит... Кажется, да, кажется, он на ГГ проводит. Я надеюсь, что он на ГГ проводит, потому что тогда будут вопросы к Вандеру. Видас. Ну что, Орда движется вперед, Лина теперь уже даже больше. Пятый Сэха против четвертого Козла, третьего Алхимика и первый. Сразу падает одна Арча, потом вторая Арча. Не удивлюсь, если Склэра Бладлас добавится. Идут Веспы. Он блочит Спиритволкерами героем Веспов, перещелкивает их красиво. Веспы, тем не менее, вдвоем, ну, двое из пятерых добираются до Сэхи. И опять Лайтнинг Шилд в самой куче Арчей заставляет Алхимика делать лечение. 51 лимит на 70, вообще без шансов. Это 2-0, друзья. Это просто 2-0. Хочется сказать, я говорил. Да, изи 50 баксов. Ну, хотя, на самом деле, коэффициент был высоким. Но после тех игр, которые мы посмотрели с Муном, и после этого, когда мы смотрели Colorful, было понятно, что уровень другой. Питлорд еще заспал. А может, на него Лайтнинг Шилд? Он делает Хауль. Лайтнинг Шилд Питлорду! Лайтнинг Шилд Питлорду! Даешь? Ну, блин, маны нет, что ли? Есть маны? Телепортируется, бедолага Colorful. Еще минус пара Арчей. О, накинул еще Лайтнинг Шилд под телепорт. Это старая фишка еще с Рока. В Роке очень часто играли орки в шаманов и в АД. Там, это мета вообще была, по сути. и стандартно было, что после телепорта, который, ты попадал на свою базу, тоже в куче, и на тебе Лайтнинг Шилд висел. И люди умирали. Ну, потому что ты телепортируешься, как правило, когда у тебя все плохо. Когда у тебя там красный юнит или там красные герои на последних хитах. Все, и ты тпшишься и получаешь вот эти вот последние недостающие хиты в лицо. Поэтому надо было ставить на 2-0 дополнительно. Ну, это эльфы. На самом деле какая-нибудь эльфийская карта и хорошо исполненный стандарт. И будет. Нам еще какую-то паузу надо успеть сделать после этой катки. И решить все-таки куда 50 баксов идти. Бладласс доделывает только что, как вы видите. А, на котиков, да, в реальном это еще одна опция. На котиков. Друзья, я думаю, никто не будет против, если 50 баксов уйдут на котиков. И сколько можно котов накормить на 50 баксов? Да? Сколько нужно денег? Ну, а порядок какой хотим? Ну, кота спасем, ребят. Кота спасем, и кота потом погладим. Вааа, говорит, там нарезает с двух ударов Блэйд, эту Патму. У нее 550 жизней на старте на первом уровне, он ей крит на 200 дает. Она там бутылку хотела выпить, но Хекс, ГГ, 2-0. Коты будут рады, Лин выходит, вполне закономерно выходит Лин со второго места из этой группы, потому что, ну, 2-1 с Муном, такая великолепная серия. Если вы пропустили еще раз, обязательно посмотрите. Там прям высокоуровневый Варкрафт, такой, предельного, можно сказать, уровня, потому что, что 1, что 2, топ-1, топ-2 по заработку за всю историю, и 1 и 2 в великолепной форме находятся сейчас. Пулю заготовочки, и нестандартные ходы, в результате там игры по 20-30 минут, и качели, все было очень классно. Вот. А мы ждем сегодня Фогича, до него, конечно, еще пройдет один матч, напомню себе, это будет флай против фокуса, орковский Мирор, но тем не менее, кто будет, кто победит, опыт или за бабули, да, ага, да.